Обычно об этом не говорят на первом свидании, но несколько лет назад я преследовала свою девушку. Я делала довольно-таки ужасные и отвратительные для себя вещи. Талкинг — это навязчивое преследование одним человеком другого человека. Характеризуется оно тем, что у того человека, которого преследуют, нет никаких возможностей прекратить нарушение своих личных границ и никак не укладывается в понятие нормы. Когда наши отношения начали подходить к логическому концу, я не смогла это пережить. Насколько я сейчас понимаю, задним числом, что ее нуждаемость во мне была другой, чем моя в ней. Внезапно она перестала отвечать мне на звонки, и я не могла это пережить. И тогда начал самый сталкеринг. У меня был друг, его звали Пол. Дружили мы очень много лет, близко дружили, общались с семьями. Он приезжал здесь ко мне в Россию в гости, знал мою семью, моих детей, моего мужа. Там был момент, когда у меня с мужем был разлад, и мы расстались. И в этот момент Пол поддерживал очень, проявлял такую настойчивость, что давай созваниваться. Я уже начала чувствовать, что у него ко мне есть больше, чем просто дружеская поддержка. Он начал меня изводить бесконечными звонками, которые стали уже контролированием. Поняла, что надо с ним, наверное, серьезно разочек поговорить и объяснить, что Пол, давай мы друзья. Отношение мужчин и женщин в нашей дружбе невозможно. И дальше начинается шлюх, отдавалка, сосалка русская, там тварь. И еще там было про мою маму, которая тяжело умирала от рака, он эту маму знал мою. Он стоял под окнами моего общежития. Есть группа поддержки для людей, пострадавших от сталкинга. Это группа, которую мы сделали с моими коллегами Катриной Нашевой и Полиной Устинсковой. Мы решили, что нужно сделать такую группу, где мы сможем как-то, не знаю, помочь людям, может быть, как-то в этом разобраться. Спасибо. Спасибо. Моя история, она род. Человек, который слушает мою музыку. И познакомились мы с ним на одном из перформансов, которые я делала. Новые люди в черном. Сигналы ловят радар. Дальше без остановок. Империя наносит последний удар. Никто не сможет забрать нас. Обратно в привычный мир. Бесконечное путешествие. После этого я также стала видеть его часто на концертах. В какой-то момент я стала замечать, что он приходит на любые мероприятия, на которых я есть. И он начинает узнавать все о людях вокруг меня. Он знал все про моих близких друзей, их телефоны, их даты рождения, то, чем они занимаются, с кем встречаются и так далее. Человек знал обо мне все, все детали моей биографии, все микродетали моих интервью, постов и так далее. Я создавала фейковые страницы. Писала какие-то жуткие вещи. Названивала ей с разных телефонов, с разных номеров. Пробиралась к ней ночью в подъезд. Приезжала с утра, следила, как она едет на работу. Никаких контактов с этим человеком в моей жизни больше быть не может. Потому что человек дальше начал мне писать тонны сообщений, разрывать мой телефон. Благо, что он жил в другой стране и живет. Я проклят. Значит, мою душу проклял дьявол. После чего он писал, что он сейчас будет с собой жизнь кончать. Однажды ночью мне приходит огромное сообщение. В этом сообщении он пишет, что я для него самый важный человек в жизни. Что у него со мной мистическая связь. Что без меня он жить не может. И что он бьет себя, если я не выйду с ним на связь. Я чувствовала себя очень виноватой, что я вот такая психоактивистка. Человек, который это движение в этой стране поднимал. И вдруг, когда в реальности со мной больной человек, я как бы его посылаю. Я перешла как свои границы. И явно я перешла границы ее личности. Того, что я могу назвать уважением. По аналогии, как в странах развитых демократии существуют специальные законодательства. Которые предусматривают, в том числе, выдачу охранных ордеров. Запрет для субъекта преследования, чтобы приближаться, например, к жилому помещению. На определенное расстояние, либо к объектам преследования, на определенное расстояние. Такого законодательства в Российской Федерации нет. Все попытки к тому, чтобы его принять, к сожалению, пока не увенчались никаким успехом. В фильме каком-нибудь ужасом ты спишь, спишь, и у тебя такая змея заползает под одеяло. И ты от него как бы уходишь, а оно за тобой ползает. Ну, то есть, оно не хочет отказываться от вот этого теплого места рядом с тобой. Со сталкингом я столкнулась в возрасте 17 лет. Когда я был студентом, меня преследовал мой отец. Дежурил под окнами общаги, передавал записки внутрь, угрожал меня найти и убить. Потом он начал приходить к школе, в которой я учусь. Начали звонки в дверь. Постоянные приходы, ожидания меня под дверью в метро. У него потрясывались руки. Ну, как-то стрёмно смотрел. Я его заблокировала. Он начал звонить с новых номеров. Он начал приходить ко мне на работу. Я работала в кофейне на тот момент. Через какое-то время он нашел меня в социальных сетях. Он просто приходил, делал заказ и по несколько часов сидел и смотрел, как я работаю. Что я могу ему сделать? Потому что формально то, что он делает, это законно. У такого рода опыта просто нет слов, нет воли какой-то, нет возможности быть остановленным. Все люди могут совершать в жизни какие-то стрёмные вещи. Это нормально. Люди вообще сложно устроены. И мир вообще не чёрно-белый. Если вы чувствуете, что вы не можете от этого отключиться, вам уже самим как бы плохо, но вы не можете перестать и вам обязательно нужно знать всё про этого человека. Вы не можете о нём не думать. То надо совершенно спокойно обратиться с этой проблемой к психотерапевту. Я нашла себе безопасного психотерапевта, которому я могу доверять. Я работала над своими эмоциями, над своими аффектами, над своими чувствами. И это работает. Сейчас я просто не проваливаюсь туда. Я рассказываю об этом анонимно, потому что мне страшно представать перед другими людьми в таком каком-то доисторическом обличии какой-то там зверь. Но очень важно про это рассказывать и делиться этими историями, потому что это даёт шанс и надежду, что когда-то это изменится. Классно было бы, если бы больше сталкеров, людей с таким опытом рассказывали о своём опыте именно сталкинга. Этот разговор вообще не будет полным и эта проблема не будет решаться, если будет происходить одностороннее обсуждение и демонизация. Чаще всего и тем и другим помощь очень сильно нужна. Академия Субтитры создавал DimaTorzok